здравствуйте дорогие друзья на дворе у нас середина марта 2024 года сегодня я озвучу 11 главу гекаты она называется о страхе смерти и трех контурах защиты но прежде чем это сделать я хочу вас всех поблагодарить за комментарии под моими предыдущими видео и за ответы на мои вопросы сегодня у меня будет к вам один вопрос о таком феномене как предчувствие бывает ли такое у вас что вы с утра просыпаетесь с определенным предчувствием что должно произойти какое-то событие и в течение дня но непременно происходит можно это назвать случайным прозрением или каким-то спонтанным ясновидением как правило мы отмахиваемся от таких предчувствий думаем ну какая-то там идея пришла в голову подумаешь на работу надо идти а потом вдруг в течение дня или последующих нескольких дней нечто подобное как раз и происходит говоря о событиях я имею в виду какие-то неожиданные события или скажем не те события которые являются само собой разумеющимся типа ах я просыпаюсь каждый день с мыслью пойду на работу но и естественно иду на работу то есть речь идет о других вещах когда к примеру вы просыпаетесь утром смысле о каком-нибудь старом друге которого не видели 30 лет и он не звонил вам и не писал вам в течение этих были каких-то других долгих лет и вдруг как раз в этот день оказывается что у вас в почтовом ящике лежит письмо от него или он звонит вам у кого такое бывает насколько часто это бывает и как вы к этому относитесь мне лично кажется что таким образом происходит наша коммуникация с матрицей мне интересен еще такой вопрос например у вас предчувствие что произойдет что-то нехорошее и как вы считаете вы можете это изменить пытались либо это изменить или пытались как-то по-другому сконфигурировать я считаю что это возможно и у меня иногда бывают такие предчувствия в общем довольно часто и раньше они меня нервировали я думаю опять лезут в голову какие-то странные нехорошие мысли быстренько от них избавиться надо потом я решила что нет таким образом осуществляется какая-то коммуникации возможно мне дает понять что я могу вмешаться в эту систему и сказать нет я не хочу чтобы это было таким образом я бы хотела изменить это и чтобы она случилась каким-то иным образом скажу честно несколько раз попробовала получается но пока что пробую очень осторожно чтобы не наломать дров так что друзья делитесь в комментариях своими историями у кого был похожий опыт и что с этим делаете я так понимаю что мы постепенно приступаем к процессу квантового моделирования процесс идет и его не остановить так что надо учиться новым инструментом как ими пользоваться мы еще и старые не успели толком освоить а тут уже новых подбрасывают ну ничего я думаю мы с вами справимся гекката о страхе смерти и 3 контурах защиты глава 11 в которой мы продолжаем рассматривать тему выбора и того чем он на самом деле обусловлен дорогая гекката ты была права в том что информация которую ты дала в предыдущий раз об иллюзии свободы выбора кому-то не понравится кому-то она безусловно не понравилась и уж точно никого не оставила равнодушным так как люди привыкли исходить из того что что свободно принимают свои решения и никто этого права у них отнять не может и как только речь зашла о том что мы на самом деле можем или не можем как народу и вовсе стало неуютно потому что стали понимать что в действительности наш выбор очень ограничен я так понимаю что это далеко не все по данной теме правильно понимаешь это далеко не все сегодня мы расскажем вам о трех взаимосвязанных вещах трех ограничительных контурах или кругах предохранителях встроенных в систему и ваши структуры это очень важные элементы системы одни из самых важных без них работа системы была бы невозможной первый круг или первый барьер это страх смерти вы боитесь смерти подавляющее большинство из вас боится вы страшитесь небытия неизвестности потери своей личности своей индивидуальности потери мнимого контроля над своей реальностью а вы никогда не задавались вопросом почему это работает этот иррациональный неконтролируемый страх был искусственно имплантирован в ваши поля для того чтобы вы не торопились вернуться обратно вы понимаете иначе никто из вас не захотел бы провести дня в условиях высокой степени уплотнения и жестких ограничений земного плана никто из вас не согласился бы добровольно испытывать боль если бы вы знали что в любой момент можете прекратить это и вернуться в привычное и естественное для вас состояние единства и блаженства вы понимаете страх смерти эта конструкция большинство из вас ложится спать каждую ночь и видеть сны что происходит во сне вы можете испытывать во сне очень сильные чувства и эмоции вы летаете плаваете телепортируетесь занимаетесь вещами противоречащими законам известной вам физики и все это для вас совершенно нормально пока вы спите и видите сны у вас не возникает вопрос возможен полет в теле или нет вы просто отталкиваетесь от земли и взлетаете а как же иначе ведь это ваше естественное состояние но волшебство рассеивается когда вы просыпаетесь и когда вы встаете с постели вы вновь погружаетесь в реальность тяжести и ограничений а что если мы скажем вам что когда вы спите то вы ненадолго умираете вы можете ненадолго вернуться домой не прерывая связь с вашим физическим телом и почувствовать наши объятия да у вас есть эта возможность ведь вы знали об этом не правда ли теперь вы понимаете почему было необходимо встроить вас искусственный страх смерти это была ваша собственная идея дорогие наши бесстрашные исследователи жизни мы преисполнили сострадание и уговаривали вас оставить себе воспоминания о доме хотя бы во сне представьте себе чувство матери когда сын говорит ей я ухожу надолго и я забуду тебя мама я больше не услышу твой голос и не вспомню твое лицо и не узнаю тебя даже если ты будешь рядом наши сердца были разбиты да ангелы эмоциональны до дух обладает глубиной чувств которые вы не можете себе представить ваши сны это наш подарок вам дорогой сын милая дочь вы не помнили нас и не слышали наших голосов тысячи ваших земных и не только лет да для нас прошло всего лишь мгновение но наши чувства намного глубже ваших человеческих так как у духа нет защитных контуров некоторые из вас давно преодолели первый защитный контур и вышли во второй внешний периметр да защитные контуры не являются непреодолимыми когда вы вплотную подходите к ограждению то понимаете что можете с легкостью преодолеть его как тучи на небе снизу они кажутся такими плотными и угрожающими а если вы постепенно поднимаясь по горной тропе к вершине вдруг оказываетесь над облаками то понимаете что это был всего лишь густой туман он не блокирует вас разве что может немного замедлить и над облаками вас неизменно встречает яркий солнечный свет он несет с собой предельную ясность происходящего поздравляем вы добрались до второго контура второй защитный круг логика логика часто предохраняет вас от совершения необдуманных поступков логика существует на разных уровнях земная логика зачастую обусловлена первым контуром страхом смерти вы называете это инстинктом самосохранения но если он перестает работать то включается второй защитный контур духовная логика духовная логика говорит вам что нельзя просто так взять и покинуть поля эксперимента потому что в этот процесс было сделано столько инвестиций было зафиксировано множество достижений и успехов и над ошибками надо бы еще поработать духовная логика толкает вас на поиски истины на поиски ответов она является сильным катализатором пользуясь духовной логикой вы объясняете порой необъяснимые вещи так как с точки зрения духа они становятся понятными естественными это естественный ход духовных вещей вы идете дальше в вашем духовном путешествии плато духовной логики залито светом солнца и путешествие делается намного приятнее чем крутой подъем в густом туване в этом месте можно задержаться надолго так как здесь вдруг открывается столько предметов которые можно исследовать это захватывающее исследование законов духа и их проявлений на земном плане это хорошее место где есть потенциал приобретения множества новых знаний и умений большинство из вас застревает на втором контуре он хорош тем что приятен намного приятнее жесткого страха смерти от которого так хотелось избавиться плато духовной логики уютное место это уют лаборатории оснащенной по последнему слову техники в лаборатории вы не один ваше исследование неизменно сопровождают учителя и наставники они тщательно следят за тем чтобы вы не навредили себе и другим вы привыкаете к их присутствию но рано или поздно вам становится тесно в роли младшего лаборанта рано или поздно исследователь добирается до ядра атома где понимает что здесь царят уже совсем другие законы азарт толкает его проникнуть внутрь творения и ему становится буквально тесно в стенах лаборатории духовной логики так вы подходите к порогу третьего защитного контура вы хотите узнать больше достичь большего и вам понятно что с физическим телом дальше не пройдешь наставники наблюдают за этим они говорят вам если хочешь зайти внутрь атомного реактора то хотя бы надень защитный костюм юмор духа тогда приходит время снять халат лаборанта и одеть совсем другую одежду третий охранный контур или третью степень защиты мы называем доспехи бога но вы можете назвать это плащом супергероя юмор зодчих раз уж вы зашли так далеко то вот вам откровение доспехи бога всегда были при вас у каждого из вас есть потенциал активации трансформирующих процессов которые приведут в итоге к видоизменению материи план был такой если вы достигнете этой точки не уничтожив себя и весь мир как это уже бывало не раз то включатся механизмы трансформации они включились и тела некоторых из вас действительно начали превращаться в доспехи вы заметили что стали меньше болеть что легче переносите жару и холод чем скажем 30 лет назад доспехи бога нельзя одолжить или купить их можно только вырастить на себе по сути дела это есть алхимическое слияние материи и духа и земля для этого самое подходящее место вы любите фильмы про супергероев ваши сердца начинают биться быстрее когда капитан а или б отбивает лазерные лучи своим щитом и проходит сквозь гамма-излучения когда раны одного когтистого парня затягиваются в мгновение ока как вы думаете откуда у вас появились все эти идеи на сегодня достаточно улыбается как всегда накрылась головой благодарю тебя дорогая сестра Лия Лемберг блогер ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok